День постный И мы творим память. Иакова Фоки, Даментиана Виктора Зосимы, мученика 4 века Саввы Готовского, священномученика Александра Гневушева, пресвитера убиенного в 1930 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, мы сегодня обратимся к памяти святого из числа древнегерманских христиан – Готов. Со II века от Рождества Христова и до VIII века Готы играли значительную роль в истории Европы. Это было объединение германских племен скандинавского происхождения, говоривших на восточно-германском Готском языке. В IV веке среди Готов распространилось христианство, и поминаемый сегодня святой мученик Савва по происхождению Гот жил в IV веке. В то время среди Готов проповедовал христианство епископ Вульфил. Несмотря на то, что епископ Вульфил занял позицию арианской ереси, он сыграл выдающуюся роль в истории своего народа. Его, как апостола Готов, император Констанции, сын равноапостольного Константина Великого, называл Моисеем Готов. Блестящие дарования и обширная ученость соединялись в нем с замечательной энергией. Писал он и проповедовал на трех языках – готском, греческом и латинском. А для готского языка он еще и разработал письменность. Не ограничиваясь пастырской деятельностью, он играл и видную политическую роль. Преподобный Симеон Метафраст в X веке высоко отзывался о епископе Вульфиле, называя его ученейшим и мудрым человеком. Епископ Вульфиле был на Никийском соборе в 325 году, а затем принимал участие в заседаниях Первого Константинопольского собора в 381 году, во время которого и скончался, к сожалению, так и не согласившись с православным символом веры. Среди многих крестившихся готов от епископа Вульфилы был и святой мученик Савва. Став христианином, Савва вел добродетельную жизнь, был благоговеен, мирен, воздержан, прост, молчалив, избегал женщин, все дни проводил в молитве, часто пел в церкви и заботился о ее благоустройстве. Он смело проповедовал христианство. Годские князья и судьи под влиянием языческих жрецов начали гонение на христиан и стали принуждать их к вкушению идоложертвенного мяса. Многие из язычников, чтобы сохранить жизнь своим близким и родственникам, принявшим христианство, подавали им вместо идоложертвенного обычное мясо. Некоторые христиане согласились на такой обман, но святой Савва отказался и заявил, что христианин должен открыто исповедовать свою веру. За это жители селения, где жил святой Савва, выгнали его, но потом просили вернуться. Когда преследование христиан усилилось, односельчане святого Саввы решили идти к судье и принести клятву в том, что среди них нет ни одного христианина. Тогда святой Савва громогласно заявил, «Не клянитесь за меня, потому что я христианин». Жители пошли и поклялись, что в их селении только один христианин. По приказанию судьи к нему привели святого Савву. Но судья, увидев его бедность, решил, что он не может ни помочь кому-либо, ни повредить, и отпустил его. Между тем гонение продолжалось. Вскоре один из военачальников готов по имени Афарит во время праздника Святой Пасхи напал население. Святой Савва собирался встречать великий праздник с епископом Гуфиком, но был возвращен с пути ангелом в свое селение. К тому времени туда вернулся из Греции пресвитер Сапсал. Воины схватили священника Сапсала и святого Савву, которому не дали даже одеться. Священника везли на телеге, а святого Савву, обнаженного, вели за телегой по терновнику, били палкой и бичами. Господь невидимо хранил мученика, так что, когда наутро они достигли города, воины были удивлены, увидев мученика здоровым и невредимым, без следов перенесенных мучений. Тогда святого Савву снова сильно избили. Ночью одна благочестивая женщина встала, чтобы приготовить еду домашним, увидела привязанного мученика и освободила его. Он стал помогать ей по хозяйству. Днем, по приказанию Афарида, святой Савва был подвешен к перекладине дома. Ему и священнику поднесли идоложертвенное мясо и пообещали отпустить на свободу, если они вкусят его. Священник Сапсал ответил, «Мы скорее согласимся, чтобы Афарит распял нас, чем вкусим оскверненное бесами мясо». В ярости один из слуг сильно ударил святого Савву копьем в грудь. Все думали, что мученик умрет, но святой как будто бы не чувствовал никакой боли и сказал ударившему, «Твой удар был для меня не сильнее того, как если бы ты меня ударил мягкой шерстью». Афарит велел предать святого Савву смерти. Священника Сапсала оставили связанным, а святого Савву повели к реке Муссова, чтобы утопить его. По дороге святой радостно благодарил Бога за то, что он сподобил его пострадать за исповедание его святого имени. Слуги тем временем рассуждали между собой, «Почему бы нам не отпустить этого неповинного ни в чем человека? Афарит не узнает о том, что мы его отпустили». Святой Савва услышал их и воскликнул, «Исполняйте приказанное вам. Я вижу ангелов, пришедших со славою, взять мою душу». Мученика бросили в реку, привязав к шее его большой обрубок дерева. Святой Савва пострадал 12 апреля 372 года, когда ему было 38 лет. Палачи извлекли тело мученика и бросили на берегу, но христиане скрыли его. Позднее один из скифских вождей, христианин Иуний Саран, перенес мощи святого Саввы в Каппадокию, где они были приняты с честью святителем Василием Великим. Святый мучениче Савву, моли Бога о нас. До новых встреч, дорогие телезрители. Христос воскресе!